ТОМСКОГО ФУТБОЛА Сергей Николаевич, многие эксперты перед матчем с Ростовом говорили, что есть шансы побороться, есть шансы зацепиться за ничью, что возможно Ростов будет ослаблен кадровыми проблемами, тренерскими перестановками, да и к тому же Лига чемпионов. Почему так получилось в итоге? У каждой медали есть две стороны. С одной стороны, понятно, что у Ростова есть какие-то кадровые проблемы с тренером, но с другой стороны, у них же подъем физический, моральный. То есть у них есть какие-то материальные стимулы, потому что выход Лиги чемпионов это достаточно ценный подарок для себя. Поэтому у Ростова на самом деле он был на подъеме. Нельзя говорить о том, что у Ростова были проблемы. Начало сезона, все они устали, еще никто не устал, все нормально. И поэтому то, что команда была сыграна, то, что у них достаточно хорошие кадры, поэтому я думаю, это в итоге и сказалось. Ну и плюс сам ход матча, в общем, помог где-то Ростову, то, что они сумели забить быстрый гол. Ну а кто пропускает быстрый гол с командой Бердеева, тем очень тяжело отыграться. Ну вот на матч с Ростовом в стартовом составе дебютировал наш новичок Аслан Дудив, который появился буквально на несколько минут в матче с Уфой. Вернулся в стартовый состав Давид Яблонский. Вас удивил стартовый состав? Меня удивила остановка. Я понял, что Валерий Юрьевич Петраков решил преподнести определенный сюрприз, потому что до этого играли в четыре защитника, тут в пять. Ну а то, что Яблонского на своем месте использовали, я думал, это было только в плюс, потому что мы увидели, что он защитник квалифицированный, но играя на фланге, он немножко потерялся и допустил две ошибки в матче с Локомотивом, которые привели к пенальти. Поэтому я думаю, на центральной позиции ему было лучше играть. Ну а по остальным, то есть там проблемы, мы же сейчас практически как коннота ходит без страховки, то есть у нас замен в оборонительных линиях не было на эту игру, я так понимаю. То есть, ну я не знаю, кто Балякин, может быть, там смог как-то выйти бы сыграть. А так, получается, что Бордачев травмирован, травмирован Камбаров, то есть очень сложно, и нехватка это, конечно, сказывается. И все-таки этим Ростов во многом, наверное, и воспользовался тем, что у нас все-таки игроки, и помните, Тишкин тоже в опорной зоне, хоть он и прибавляет, но все равно это для него непривычная позиция. Я думаю, что этим воспользовался Ростов, и где-то они это все грамотно использовали. Ну, перейдем непосредственно к матчу. По статистическим данным, мы очень-очень, так скажем, уделали Ростов, мы нанесли столько же ударов по воротам, мы пробежали больше, меньше попали в офсайт, меньше нарушили правил. Но почему же все равно проиграли 0-3 и снова крупноражение? И еще владение мячом у нас было 60 на 40 практически. Владение мячом 59 на 41. Ну, я говорю, практически 60 на 40. То есть, вроде бы все на нашей стороне, но это вот как раз удобная для Ростова ситуация и была, потому что мы пропустили гол, мы вынуждены были идти в атаку, раскрываться. И второй, и третий гол, они все были забиты на контратаках. Первый вообще в контратаке после нашего углового или штрафного, не помню. А второй, когда мы пытались выйти из обороны, тут же прессинг, ошибка и гол. То есть, Ростов, как рыба, вводить себя чувствует в той ситуации, когда соперник проигрывает, вынужден идти вперед. А тем более мы, условно говоря, ни ЦСКА, ни Зенит, у нас не такие мощные атакующие силы и не такая плюс сыгранная команда, как у других соперников Ростова. Поэтому, я думаю, счет 3-0 закономерен в плане того, что Ростов сыграл, ну, как гроссмейстер в каком-то степени, участник чемпионов. Это они уже подтвердили. Ну, а по моментам, я считаю, мы были примерно одинаковы. Ну, везения где-то, может быть, не хватило, где-то мастерства. А вот вы уже начали про атакующую линию. У нас главным действующим лицом в атаке в этом матче неожиданно стал защитник Виталий Дьяков, который нанес несколько опасных ударов, в том числе попал в крестовину. С чем связано такое рвение и почему у нас молчала основная наша атакующая линия в лице Самодина и Бигфауэ? Не, ну Дьяков, он, в принципе, и в предыдущих матчах, я помню, он с локомотивом очень неплохо сбрасывал, там, не использовали момент. Еще были моменты, то есть понятно, что он хорошо играет головой и это использовалось. Ну, и плюс у него сильный удар, это при штрафных, там, и при других действиях использовалось. Поэтому то, что Дьяков будет активно участвовать в атаках, в принципе, это, я думаю, концепция развития АМИ, так скажем. То есть этот игрок должен приносить пользу не только обороне, но и атаке. Но другое дело, что в обороне получается, что у нас главные-то пока проблемы, как ни странно, в обороне. То есть мы пропустили чуть ли там не больше всех мячей, по-моему, в премьер-лиге. И, в принципе, вот, например, непонятно в первом, как раз и обиден первый гол, что он непонятно из чего появился. То есть угловой подачей Сесар Навас, который самый высокий и, наверное, самый опасный при штрафных игрок, при стандартах, он остался без прикрытия. Я не знаю, кто за него отвечал, Дьяков, там, Пулич, не знаю, но, в общем-то, просто он как бы сделал этот гол Сесар Навас, которого никто не опекал. Правда, и Дьяков в ответ мог, оставшись без опеки Сесар Наваса, забить гол, но он попал в перекладину. Вот я говорю о том, о невезении или о мастерстве, вот Ростов это использовал, мы нет. Поэтому у нас и априори, в принципе, один чистый форвард, хотя в этой игре и Пугин, в общем-то, был вроде как подтянут к Самодину. Но пока у нас игра, я думаю, пока у нас не выстроится вот эта игра в атакующей линии, а ее сложнее все-таки выстроить, чем игру от обороны. И сейчас у нас, например, Бигфалфи, он усиление атаки явное. То есть он может и сам забить, может и на скорости пройти, и обыграть, и пас отдать, и головой сыграть на втором этаже. В общем, очень хороший игрок. Но это все уже прочитано после наших первых матчей. И я посмотрел, как с Уфоеву опекали тщательно, и как с Ростовом за ним присматривали. То есть понятно, что пока у нас вот эта командная игра в атаке не выстроится, а ее пока априори не может быть, потому что команда только, так сказать, срастается, только механизм этот выстроился. До этого у нас вряд ли следует ожидать, что у нас будут вот такие продуманные командные действия, очень активные и сильные, как нам хотелось бы. А в основном сейчас больше за счет индивидуального мастерства, за счет стандартов. Моменты были, но их мы не реализовали. По ходу матча уже в концовке на последние 10 минут Валерий Юрьевич выпустил второй раз в сезоне Томского воспитанника Павла Кудряшова, также в нападение. Понравился ли вам Томский воспитанник и как он его играет? Я рад за Павла. Он еще и будет как пример для других наших ребят, которые... Есть очень неплохие ребята, я считаю, у Виктора Себелева, которые могут пополнить нашу команду в перспективе. Ну, а Павел Кудряшов, вопрос об усилении, наверное, не стоит. Я так бы сказал, правильнее сказать, разнообразил. Он разнообразил игру, потому что его никто не знает, как игрока. То есть, его возможности не знают. Не знают, как против него действовать. Он в определенной степени действует нестандартно для защитников. Поэтому вы помните, какой у него великолепный был момент? Немножко холдокровия, может, не хватило. А может, просто Джанаев, кстати, надо еще отметить, что Джанаев вытащил два практически мертвых мяча. Помните, когда Самодин головой бил в нижний угол после углового, и там, казалось бы, уже гол он вытащил. И когда Павел Кудряшов, опять-таки, с близкой дистанции наносил удар, и опять он ногой сумел вытащить труднейший мяч. То есть, где-то, так сказать, еще и Джанаев, которого, кстати, вызвали в сборную после этого матча, в общем-то, показал себя. Ну, вот как раз перейдем, наверное, к Ростову. Из Ростова в сборную России Станислав Черчесов вызвал аж четверых футболистов, в том числе и Саслана Жанаева, также защитников Ивана Новосельцева, который огорчил нашу команду. Это и Федор Кудряшов. Наш бывший игрок. Наш бывший игрок. И Дмитрий Полос. Как вы оцените их игру? И вот, в частности, с Тамью, когда мы играли, как они сыграли? Я думаю, что эти ребята заслужили того, чтобы их вызвали в сборную России. В принципе, об этом шел разговор еще и перед чемпионатом Европы. Но тогда Слуцкий просто не стал рисковать, менять там что-то по ходу он уже не стал. А сейчас есть время, в общем-то, им проявить себя до чемпионата мира. Тот же Полос, я помню, в прошлом году терзал просто оборону, в том числе и армейцев, там и Зенита. Ну а защитники, что говорить о защитниках Ростова, это, наверное, одна из самых надежных линий обороны. Еще был бы Сесар-Навас нашим российским парнем. Вообще бы было отлично. Можно было вот эту тройку все и выставить. Ну, правда, сейчас у них баш тоже ушел. Но вместо него, кстати, играет Кудряшов на позиции центрального защитника. Я посмотрел, он играл. То есть, я думаю, что вот это вот представительство Ростова, оно как свидетельство того, что их успех был не случайным в прошлом году. И что они вот сейчас развивают этот успех, хотя многие, я в том числе сомневался, что у них получится и в этом сезоне так же. Но благо остался Бердыев пока, ну в каком качестве можно спорить. Но как бы команда осталась, и у нее есть великолепная цель сыграть в Лиге чемпионов. И вот, к сожалению, мы, может, попали не в самый удачный момент, хотя все думали, что вот Ростов сейчас устанет, Ростов, то есть все. А он, наоборот, на подъеме, и он нас и, как вы говорите, уделал. Сергей Николаевич, вернемся к нашей команде. Мы после четырех туров занимаем 11 место, но занимаем, как вы уже говорили, первое место по количеству пропущенных мячей. Мы пропустили все восемь мячей, что удивительно, на выезде при этом мы сыграли сухой дома на ноль. С чем это связано? С тем, что Уфа, такой слабый соперник, попался дома? Или с тем, что вот мы дома, стены помогают, а на выезде как-то вот пока не получилось? Нет, ну, во-первых, мы играли с тремя претендентами на медали чемпионата, это однозначно. Даже Локомотив, который, ну, ни шатка, ни валка начал, ну, мне кажется, все равно он будет, по крайней мере, на зону Еврокубков претендовать. То есть мы сыграли с тремя весьма сильными командами. И Краснодар вообще он в порядке, ну, и Ростов хорош. То есть Уфа, конечно, на их фоне она послабее, может быть, она не так наши защитные ряды нагружала, что ли. Но, тем не менее, конечно, вопрос обороны сейчас, я думаю, первый перед Валерием Петраковым. Мы уже касались, в общем-то, в нашем разговоре, что у нас сейчас с обороной проблемы, нехватка и так далее, и так далее. И в опорной зоне, которая очень влияет на игру обороны, тоже проблемы. Поэтому это все закономерно, наверное, исходя из объективных обстоятельств. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы было лучше. Я думаю, постепенно, в сентябре уже пойдет игра более взвешенная, более баланс между обороной и атакой будет более нормальным. Я, в общем-то, в это верю, знаю, тем более опытный тренер Валерий Петраков. И ребята все, в общем-то, я посмотрел, у нас слабых каких-то приобретений нет. Все, в общем, нормальные. И все хотят играть на хорошем уровне, доказывать. И если уж так говорить, я считаю, что наш старт, вот эти четыре очка, это вполне нормальный старт, учитывая, с какими командами мы играли. Так что пока все идет нормально, но, как бы, обольщаться не стоит, потому что потом будет сложнее. Надо будет за счет атаки усиливать игру, брать очки. Ну, посмотрим. Сергей Николаевич, за четыре тура, за четыре матча уже сыграло множество новичков в составе ТАМИ, в их числе уже ставшие основными тот же Бигфалви, вышеперечисленные Самодин, Дудив, Дьяков, Пулич. Как вы оцените их игру, как они влились в коллектив и смогут ли в будущем принести еще большую пользу? Ну, про Бигфалви я уже говорил, думаю, про Дьякова, что он тоже одним из лидеров будет, тоже никаких сомнений. По Аслану Дудееву я пока еще затруднюсь сказать. Я видел только его в контрольных матчах, в игре, но я думаю, что он тоже резкий такой взрывной игрок должен прибавить. Артем Попов тоже неплохое впечатление на меня произвел. Я, как уже сказал, что, в общем-то, все ребята перспективные. А, ну, Пулич, конечно, я считаю, что это опытный защитник, когда у них вот это чувствуется, что они немножко еще вот нервозность какая-то идет от того, что они еще не всегда понимают, может быть, друг друга. Но это и закономерно все-таки месяц-полтора, сколько прошло с тех пор, как они вместе играют, даже месяц, наверное, всего. Поэтому я думаю, что это все сейчас защита, она, тем более будет пауза сейчас на сборную и так далее, защита, она будет более сыгранной. От этого уже, от этой печки будет лучше плясать и остальная команда, и в атаке будет уже проще играть, а не оглядываться все время, как там, не пропустим ли мы. В этом смысле, мне кажется, что просто время будет работать на нас. Вот следующий поединок у нашей команды с чемпионами страны, с действующими пока что чемпионами страны, московскими армейцами, которые сейчас испытывают тоже проблемы в атаке. Все-таки команда забила всего несколько мячей за четыре тура и выиграла несколько матчей у не самых сильных команд на последних минутах. Как вы оцените шансы? Нам бы их проблемы. Состав у них великолепный. Единственная у них сейчас действительно проблема, что у них форвард, который основной поменялся. И им тоже надо притереться и набрать это все. Но я думаю, они могут за счет других своих козырей очень хорошо сыграть. И у них есть и великолепный диспетчер, и в то же время он может и сам забить это, и Ременко. Есть пополнение, как и ООНов. Ну и о всех игроков, которых можно перечислить, опасных для ворот нашей команды, я думаю, они все на слуху, всех их знают. Ну и все знают, насколько надежна оборона ЦСКА. Поэтому, конечно, это будет труднейший матч для нашей команды. И единственный плюс, я считаю, в данной ситуации, что мы играем на своем поле, а это все-таки придает как-то ребятам силы. Потому что на выезде им, конечно, было бы потяжелее сейчас, мне кажется, ЦСКА сыграть. А так будет, ну, по крайней мере, я думаю, что за счет самоотдачи, за счет самоотверженности, настроя, можно компенсировать какие-то козыри ЦСКА. Ну и плюс, я надеюсь, что ребята, конечно, в матче с топ-командами стараются себя, ну, все спортсмены стараются проявить себя именно вот в таких матчах. И я думаю, что именно вот для новобранцев нашей команды, для всех игроков нашей команды это будет матч такой экзамен, что ли. И они постараются себя показать в лучшем виде, тем более перед своими болельщиками. Как вы думаете, может быть, прорвет именно в этом матче экс-игрока ЦСКА Сергея Самодина, который в свое время выиграл даже кубок УИФА с армейцами? Ну, сам он говорит, что для него более принципиальный матч будет с Мордовией, где он играл совсем недавно. А это было слишком давно. Но где-то, может быть, немножко он темнит. Понятно, что он тоже захочет что-то напомнить армейцам. Тем более, что он прекрасно знает манеру игры и слабые стороны, естественно, защитников ЦСКА, если таковые имеются. Они имеются. И я думаю, что если у нас сейчас состав усилится перед матчем с ЦСКА, те травмированные выйдут, может быть, удастся все-таки дозаявить, тогда будет у нас больше шансов сыграть успешно с ЦСКА. Будем надеяться, что наши футболисты преподнесут приятный сюрприз своим болельщикам, которые еще в начале недели выкупили практически все билеты на этот матч. С нами был гость и постоянный эксперт НБФ, историк томского футбола Сергей Николаевич Симонов. Спасибо. Смотрите футбол, болейте футболом.